Приветствую вас, уважаемые коллеги-трейдеры. На календаре у нас 10 августа. С вами компания Amarkets. Меня зовут Виктор Паньков. Мы продолжаем анализировать рынок, используя математическую модель поведения цены. Итак, давайте посмотрим, что нам принес прошедший Non-Farm и какие движения актуальны на текущий момент. Начнем с индекса S&P 500. Индекс S&P 500 особо каких-то движений не показал. Был небольшой вертолет, но в рамках той волатильности, которую демонстрирует индекс в последнее время, практически, можно сказать, наши идеи не изменились. Мы по-прежнему смотрим вверх, причем цели наши также остаются актуальными. Это 44.49, 44.68. Целевой диапазон, соответствующий верхней границе трендового канала. Поэтому просто продолжаем держать позиции. И когда будем уже подходить к этим целям, будем частично фиксироваться и ожидать какой-то коррекции. Сейчас очень много аналитиков и практикующих трейдеров говорят о том, что в ближайшие несколько недель стоит ожидать глобальной коррекции на фондовом рынке США и, как следствие, коррекции индекса S&P 500. С границами тут, конечно, трудно предположить, но давайте попробуем немножко проанализировать. Все-таки, если мы говорим про коррекцию, то, скорее всего, это будет та размерность, которая у нас была ранее. Причем здесь я бы не сказал, что стоит ждать такой размерности, которая у нас была во время пандемии. И все-таки 1200 пунктов падения в текущем состоянии, это будет, наверное, чересчур. Поэтому будем ожидать всего лишь вот либо такой размерности, которая у нас была. Это у нас какое число было? Где-то в середине июля к нижней границе трендового канала. Либо это будет вот эта размерность более короткая, которая как раз нас и приведет к нижней границе канала. Отмечаем себе вот эту зону как основную зону поддержки. Это у нас получается котировка 42.75, 42.91. И от этой зоны уже можно при коррекции спокойно покупать. Также у нас есть два уровня поддержки. Конечно, эти уровни будут у нас изменяться за тем, как цена будет двигаться в дальнейшем. Но, как видим, один из уровней как раз попадает на нижнюю границу трендового канала. Поэтому также является актуальной котировкой для покупок. Продолжаем смотреть в лонг. Пока что по S&P все. Идем далее. Евро по отношению к доллару. Доллар укрепился ко всем основным валютным инструментам. Здесь по евро-доллару мы пробили несколько уровней поддержки. И в итоге спустились до локального целевого диапазона. Сейчас цена пока что находится во флете. Но у меня есть ощущение, что мы все-таки сходим еще ниже. Несмотря на то, что мы оттестировали зоны ликвидности, которые у нас оставались нетронутыми. У нас еще есть цели внизу. Это как среднесрочная цель 1.16.52-1.17.052, так и краткосрочная цель 1.16.90-1.17.07. Поэтому у меня все-таки крепнет ощущение, что мы еще сходим в нисходящем направлении. Оттестируем вот этот нижний целевой диапазон. А затем уже пойдем в восходящем направлении на коррекцию, либо на глобальный разворот тренда. Конструкция нисходящая в данный момент у нас является усеченной. И для того, чтобы она перестала таковой быть, можно много времени ждать, пока она перестанет таковой быть. Граница усеченной конструкции находится на котировке 1.16.278. Это с текущих позиций порядка 100 пунктов. Поэтому здесь можно придерживаться именно краткосрочного сценария, тот, который я описал. То есть ожидаем падения, а затем отрабатываем коррекционное движение. Если посмотреть по уровням сопротивления, то уровни сопротивления на данный момент это 1.18.0.26 и 1.18.391. Но вероятность того, что с текущих позиций мы вот так вот просто возьмем и пойдем в восходящем направлении, не очень, я бы сказал, высока с моей точки зрения. Поскольку все-таки цели ближайшие остаются не оттестированы. Ну и пока еще позитив по доллару, он продолжается. Поэтому я бы сказал, что все-таки мы спустимся вниз. Этот сценарий будет для нас основным. Далее идем. Фунт-доллар. Фунт в отличие от евро не так уж и сильно просел. Всего лишь каких-то 60-70 пунктов. И сейчас мы тестируем уровень глубокой коррекции по отношению к последней восходящей волне. Цели у нас остаются в восходящем направлении прежней. Это 1.40.26 и 1.40.71. Придерживаемся данного направления. Здесь также можно себе отметить как ключевой уровень 1.40 ровно. Есть еще более дальние цели, но нам хотя бы эти отработать и будет уже неплохо. Пока что мы застряли в небольшом флете с таким слабеньким нисходящим акцентом. Но тем не менее факторов того, что фунт должен вот-вот рухнуть, лично я в данный момент не вижу. Уровни поддержки у нас остаются актуальными. Это относительно среднесрочного таймфрейма 1.38.055 и 1.37.162. Если к ним цена будет подходить, также отсюда можно покупать. Но пока что придерживаемся северного направления. Идем далее. Доллар японская иена. Данный актив, честно скажу, ждал в нисходящем направлении. Несмотря на то, что здесь были оттестированы цели, я все-таки надеялся, что от какого-то из уровней либо глубокой, либо минимальной коррекции мы отскочим и пойдем в нисходящем направлении. Но, к сожалению, сделки мои ушли в просадку. Поэтому здесь пришлось усредниться и закрыть все в нуле. Сейчас я жду подтверждения, что все-таки мы капитально уже сменили тренд. И для меня этим подтверждением будет пробой и закрепление выше уровня 110.500. Это вот этот вот ключевой уровень. Можно его, кстати, так и пометить, как 110.500. Здесь же у нас находятся некоторые стоп-лоссы. Поэтому если мы эти стоп-лоссы соберем и пойдем в нисходящем направлении с пробоем пивота вот этого, то здесь, скорее всего, у нас снова будет дорога открыта в нисходящем направлении. А это была просто такая глубокая коррекция. А если мы закрепимся выше данного уровня, то здесь высокая вероятность того, что мы пойдем дальше вверх. У нас есть вверху еще неоттестированная зона ликвидности. И отсюда цена также может скорректироваться. 110.741 этот уровень. Но мне все-таки кажется, что данный актив имеет все шансы пойти на обновление локального максимума. Поэтому здесь будьте осторожны. Ключевые уровни поддержки. Здесь пока нет смысла рассчитывать, поскольку у нас цена постоянно обновляет локальный максимум. И эти уровни придется подтягивать. Но давайте так. Исходя из того, что я вижу, ключевой уровень поддержки у нас находится вот здесь. А следующий уровень поддержки находится вот здесь. Поясню, что я имею в виду. Здесь есть уровень, зеркальный уровень поддержки и сопротивления, который мы, ну скажем так, четко не тестировали. Но в этом месте есть срыв цены. Как раз на пятничном нонфарме. Поэтому стоит предположить, что конкретно в этом месте есть какой-то покупатель, который очень хочет цену двинуть наверх. Поэтому при подходе к данному уровню здесь стоит ожидать разворота и продолжения восходящего движения. По крайней мере при текущих фундаментальных характеристиках. Ну а пока что придерживаемся здесь северного направления. Кто находится не в сделках, то могу вам порекомендовать дождаться коррекции на ту размерность, которая у нас была за последние несколько раз. Но они в принципе здесь все размерности, как видим, совпадают. И вчера также была возможность зайти в сделку в бай, но я этого не сделал. Потому что, не знаю, у меня пока нет полной уверенности, что мы находимся в смене тренда. Вот, поэтому я предпочитаю пока занимать выжидательную позицию по данному активу. Идем далее. Доллар канадец. Доллар канадец также укрепился, но несмотря на это не пошел в восходящем направлении. Здесь пока что среднесрочно у нас удерживается нисходящий тренд. Мы оттолкнулись практически пипс-пипс сегодня от уровня минимальной коррекции. Есть у нас еще уровень глубокой коррекции на уровне, на котировке 1.2671. И по данному инструменту я вижу скорее восходящий характер движения, чем нисходящий. Объясню почему. Во-первых, доллар сейчас поймал такую волну позитива. А в Канаде, судя по пятничным статистикам, все не очень хорошо. Поэтому по данной валютной паре логичнее придерживаться именно направления в сторону укрепления американского доллара. Цели у нас есть, есть куда идти. Есть глобальный максимум 1.28.071. Поэтому здесь вполне возможно продолжение восходящего движения. Однако здесь спущает меня один такой момент. То есть, как мы видим, мы уже не первый раз пытаемся пойти в восходящем направлении и перебить именно вот эту проторговку, которая у нас была образована несколькими днями ранее. И уже второй раз нас отсюда скидывает. То есть первый раз это было вот здесь. Скинули нас на коррекцию. Второй раз мы сейчас подошли снова. Не можем пробить этот уровень. Примерно 1.2584. Поэтому высокая вероятность того, что мы просто уйдем на пробой трендового канала и через закрепление пойдем в нисходящем направлении по размерности старшего таймфрейма. То есть то, что мы рисовали ранее в район котировок 1.23.25, 1.23.46. И этот сценарий также имеет место быть. Поэтому здесь я рекомендую следующее. Сценарий номер 1. Сценарий номер 1 это если мы идем вверх, закрепляемся выше уровня 1.2586, в этом случае присоединяемся к восходящему движению. Ближайшая цель, на которой мы фиксируем часть позиций и остальное переводим без убыток, это 1.2670. Ну а дальше уже держим до полной отработки. Другой сценарий это пробой трендовой линии поддержки закрепления и поход в нисходящем направлении. В этом случае первый тейк профит мы фиксируем на котировке 1.24.28 и ждем полной отработки. Вот такой сценарий по доллар-канадцу. Идем далее. Доллар-франк. Доллар-франк в свойственной ему манере снова начинает свой безоткатный, безотказный путь. Причем сделали мы это не просто с пробоем трендовой линии сопротивления, что уже является неким подтверждением того, что здесь возможна смена тренда. Поэтому в текущих позициях я бы рекомендовал вообще этот инструмент не торговать. Потому что, ну откровенно говоря, улетели мы уже очень высоко. И поскольку срыв цены здесь был именно в период американской торговой сессии, не факт, что они в ближайшее время сюда этот актив вернут, как это было примерно вот здесь. Это получается 16 июня. То есть посмотрите, сколько времени понадобилось для того, чтобы актив примерно в эту зону вернули, но и то до срыва цены не дотянули раньше, развернули. Поэтому здесь я могу порекомендовать только искать точки входа в продолжение восходящего тренда по тем реакциям, по тем коррекциям, которые у нас были за последнее время. Но здесь можно выделить всего две размерности, маленькую и чуть-чуть побольше. Ну а если рассматривать последнее восходящее движение, то опять же мы только что обновили локальный максимум, поэтому не факт, что здесь будет. Но однако, посмотрите, если при таком построении делать раскладку, то у нас как раз уровень минимальной глубокой коррекции попадает ровно на те размерности, которые мы взяли из предыдущего движения цены. Поэтому можно считать их истинными и при коррекции цены к данным уровням, это у нас котировки 0.9183, 0.9168, можно спокойно покупать и ждать полной отработки. Ближайшие цели у нас с массовыми стоп-лоссами находятся в районе 0.9237, 0.9240. Более дальние цели – это уровень 0.9365, ну и пока в принципе это все торговые идеи по данному инструменту. Далее – австралиец доллар. Здесь у нас ситуация следующая. Общий тренд у нас нисходящий продолжается, здесь ничего не меняется. Однако сегодня мы не смогли пробить предыдущий пивот. Вот эта шпилька, которую мы рисовали еще в конце июля, как видим, мы очень четко от нее отскочили и скорректировались в восходящем направлении. И здесь сейчас у нас возможно два варианта исхода. Вариант номер раз. Если мы, выполнив вот такую коррекцию, которая у нас была в предыдущем, ну хотя мы уже выполнили маленькую вот эту коррекцию, но тем не менее мы ее, как видим, уже пробили, поэтому она более не актуальна. Если мы выполним вот эту коррекцию и цена развернется, пойдет в нисходящем направлении, значит с большей вероятностью мы пойдем по размерности старшего таймфрейма в область 0.72, 0.39, 0.72, 555. Но отсюда можно будет уже искать какие-то варианты на разворот и на более глубокую коррекцию. Ну а пока что у нас фактически находится во флете данный актив. Исходя из того, что мы не смогли пробить пивот, то здесь можно попросту вот таким образом обрисовать эту область. Сейчас мы находимся у нижней границы, поэтому, коль уж мы пойдем в восходящем направлении, будем пробивать предыдущий пивот вчерашнего дня, то вполне возможно, что мы пойдем дальше в восходящем направлении. Ближайшая цель для похода вверх 0.73, 80, 0.73, 86. Здесь также мы вполне возможно увидим откат к зеркальному уровню и в дальнейшем движение в восходящем направлении. Эту идею можете использовать. Она в принципе здесь смотрится довольно-таки симпатично. Идем далее. Новозеландец-доллар. Здесь похожая ситуация, за исключением того, что новозеландец сейчас более интересен, нежели австралиец, поскольку, если вы следите за новостями, то, наверное, слышали, что власти Новой Зеландии склонны в скором времени свернуть программу количественного смещения и ужесточить денежно-кредитную политику. Поэтому повышение процентных ставок – это всегда повышение интереса к национальной валюте. Однако здесь у нас практически тоже некий флет вырисовывается, хоть и с таким, казалось бы, характером восходящего движения, но тем не менее. Если мы нарисуем трендовый канал, то он будет выглядеть примерно вот так. Но, как видим, мы его пробили сегодня. И здесь у нас очень такая интересная ситуация получается. С одной стороны мы ждем восходящего движения, с другой стороны мы видим, что мы пробили трендовый канал и начинаем закрепляться ниже границы. Поэтому здесь я рекомендую просто и банально дождаться какого-то апогея. То есть, либо это будет паттерн 1, 2, 3 на понижение, то есть, когда мы пробьем вот этот уровень 0.6967 и полетим вниз, то здесь можно будет присоединиться к нисходящему движению. Либо это, соответственно, будет возврат в трендовый канал, коррекция. И опять же здесь на повышении можно будет присоединиться к начавшемуся движению. То есть, пока все-таки цена находится где-то на границе между «хочу сменить движение» и «не хочу сменить движение», лучше, наверное, не рисковать. Зайти в сделку только для того, чтобы зайти в сделку, это не очень правильная позиция, особенно для трейдера. Поэтому лучше дождаться какой-то конкретики. Ну и помимо всего прочего, насколько мы с вами видим, у нас есть предыдущая размерность, которую мы берем вот с этого движения. И, в принципе, плюс-минус, если цена сейчас уйдет в нисходящем направлении и выполнит эту размерность, то отсюда можно будет уже по более выгодным ценам присоединиться к восходящему движению. Конечно, в этом случае все уровни поддержки уже будут пробиты. Здесь останется только уровень 76.4. Но, тем не менее, это не основной фактор, который в данном случае имеет место быть. В конце концов, здесь есть вот эта котировка срыва цены, которая у нас была 28 июля. И ее также можно использовать как отправную точку для принятия решения. Ближайшие цели в восходящем направлении – это уровень глубокой коррекции 0.7162. Отсюда также у нас возможны реакции, поэтому здесь фиксируем большую часть позиций. И можно даже открывать агрессивные сделки с селл. Ну, а при походе вниз цели у нас будет 0.76.84. 0.67.84, прошу прощения. Ключевой уровень. А более близкая цель – это локальный диапазон 0.68.41. 0.68.55. Идем далее. Золото. Думаю, все оценили ту фичу, которую золото вытворило вчера на открытии торгов. Причем интересно, что вот это движение, оно на разных брокерах носило самый разный характер. Я имею в виду по длине вот этой шпильки. То есть где-то оно, это движение давало порядка 800 пунктов, где-то порядка 10, где-то порядка 1000 пунктов, где-то порядка вообще 1200 пунктов. И везде разные котировки. Но я сравнил по большинству терминалов. И надо сказать, что у Амаркетс наиболее близкие к реальностям, к среднестатистическому движению котировки. Так что, в принципе, если вы здесь, у вас какие-то позиции были открыты и вас выбило либо по стоп-ауту, либо по стоп-лоссу, то не переживайте, так и должно быть. В любом другом случае вас бы тоже выбило, к сожалению. Поэтому здесь у нас идея с вами будет следующая. Ну, смотрите, во-первых, что хочется сказать. Мы выполнили практически, с небольшой погрешностью в 100 пунктов, при данном движении это совсем незначительная погрешность. Мы выполнили движение по старшему таймфрейму, структурно пришли туда, куда нужно. Теперь, соответственно, мы можем уйти на ту структурную коррекцию, которая у нас была ранее, а именно в район котировки 1763.85. Это наш основной сценарий, которого мы будем придерживаться в ближайшее время. То есть ждем коррекции. Можно ли входить в сделку с текущих позиций? Да, конечно, можно. Вы можете вообще делать все, что хотите. Это ваша торговля, ваши деньги. Но другое дело, что я не считаю это наиболее разумным в данном случае. После такого срыва цены очень сложно проанализировать те тенденции, которые рынок собирается выполнить в ближайшее время. Если мы даже натянем с вами сетку Fibonacci и посмотрим, что вчера при коррекции у нас был отскок от уровня минимальной коррекции, при вот таком срыве цены реально никто не может вам гарантировать от того, что действительно будет какая-то реакция на этот уровень. Особенно, когда дело касается золота. Его могут массово откупать, массово сбрасывать. Поэтому здесь логичнее подождать несколько дней, посмотреть, куда все-таки пойдет цена, когда она немножко успокоится, и затем уже принимать решение. В целом же, если мы посмотрим на какие-то максимальные цели по данному инструменту, то видим, что максимальные цели, они по большей части выполнены. И только если мы возьмем самую-самую максимальную цель по старшему таймфрейму, то она у нас еще не отработана и находится в районе 1598-1617. До нее еще очень долго идти, и скорее всего это будет уже движение после того, как мы увидим коррекцию. То есть, грубо говоря, вот так. Поэтому придерживаемся пока основного сценария на повышение, ждем развязки, ну и затем присоединяемся к общему движению рынка. По серебру примерно та же самая ситуация. Также мы увидели массовый сброс, причем, ну, здесь по серебру мы, конечно, оттестировали те цели, которые у нас давно висели, но здесь я бы даже, наверное, не зашел ни в коем случае в агрессивную сделку, поскольку в отличие от золота, серебро также имеет и свой собственный драйвер, поскольку это все-таки сырье, и используется оно для производства во многих структурах, во многих сферах производства. Поэтому здесь я рекомендую также подождать, посмотреть, что будет. Ну, давайте так, если все-таки мы хотим понимать, где мы сейчас находимся, то можно отметить вот таким образом. Однако, в отличие от золота, на котором очень четко видно, где закрылся час, серебро нам нарисовало вот такую шпильку. И вот такие шпильки, особенно очень большие, они дают очень большую погрешность при вычислениях. Поэтому здесь я могу также и вот таким образом построить. И в этом случае, как мы видим, у нас уровень минимальной коррекции будет находиться как раз на уровне вот этой проторговки, и мы, по сути, его еще не оттестировали. Поэтому серебро тем патче не рекомендую трогать в ближайшие несколько дней, посмотреть, как оно будет себя вести, и затем мы уже с вами определим цели и посмотрим, куда будет двигаться цена, и где возможно войти в сделку. Единственное, конечно, что хочется сказать по серебру, так же, как и золото, я рассчитываю на его восходящее глобальное движение, но в отличие, опять же, от золота, серебро, как мы видим, вполне может уйти в дальнейшем на нисходящее движение. Если по золоту там как бы вроде все однозначно, то по серебру мы даже не достигли нижней границы трендового канала, поэтому вполне возможно увидим еще большее снижение. Ну а затем уже при тестировании уровня 21.84 увидим волну восходящего движения. Вот так у нас стоят дела по серебру. Идем далее. Нефть марки Brent. Нефть у нас открылась с гэпом. В принципе, этого тоже следовало ожидать после такого-то нонфарма. Но здесь интересно следующее. Мы также здесь оттестировали пивот. Как видим, его не пробили. И это нас подталкивает к мысли о том, что все-таки быки здесь снова взяли верх, и мы двинемся в восходящем направлении в ближайшее время. Ближайшие уровни сопротивления 71.07, 72, 75. От них можно пробовать дальнейшие продажи данного инструмента, поскольку тренд здесь у нас все-таки остается нисходящим, как видим. Ну и тенденция располагает к тому, чтобы мы еще немножко упали до ключевых уровней 65-64. Однако будьте внимательны. Здесь мы можем уйти через примерно вот такой сценарий в восходящем направлении. Для этого мы как раз и рисуем дополнительный уровень. Уровень глубокой коррекции 72-78 и ключевой диапазон. Поскольку если мы доберемся до этих целей и не вернемся в трендовый канал, то через паттерн 1, 2, 3 также можно будет присоединиться к общему движению в восходящем направлении. Пока что здесь нельзя определенно сказать, куда у нас смотрит цена. У нас есть несколько размерностей, которые могут нам подсказать, куда цена придет. Одна из них как раз указывает на уровень минимальной коррекции. Другая размерность, в свою очередь, указывает на уровень глубокой коррекции. Прийти можем как туда, так и туда. Математическая вероятность и ничего более. Поэтому цена подходит, принимаем решение. Выбили по стоп-лоссу, перезашли, отрабатываем другую идею. Все очень просто. Идем далее. Доллар-рубль. Наконец-то мы достигли верхней границы трендового канала. И сейчас у нас здесь момент истины. Либо мы продолжим нисходящее движение, либо мы пробьем трендовый канал и пойдем в восходящем направлении к первой цели 75.58. Если вы смотрите уже в течение некоторого времени мои видеообзоры, то знаете, что я сторонник покупать доллар относительно российского рубля. Наверное, сейчас я как-то задумался о том, что же будет с этой валютной парой в дальнейшем. Покупать это, конечно, хорошо. Но учитывая вот такой нисходящий характер движения, невольно задумываешься о том, блин, а может мы еще немного свалимся. Поэтому здесь я буду делать следующее. Ну, во-первых, я посмотрю, как закроется сегодняшний день. Если мы все-таки не закрепимся выше трендовой линии, то, скорее всего, я буду искать паттерн 1, 2, 3 для того, чтобы присоединиться к общему движению доллара по отношению к российскому рублю. Ну, а если мы закрепимся ниже трендовой линии, то я буду открывать короткую позицию. С ближайшими целями в диапазоне 71,92-72,20. Это та котировка, которая соответствует нижней границе трендового канала. Плюс здесь есть достаточно неплохая проторговка. И думаю, что этих целей будет достаточно для того, чтобы отработать волну нисходящего движения. Ну, а дальше уже просто переведу сделку без убыток и буду ждать полной отработки. Вот такие идеи по доллару-рублю. Что ж, это все на сегодня. Надеюсь, вам было полезно данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор. Хорошего дня и удачной торговли! Субтитры сделал DimaTorzok